В Твери прошел региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В нем принимают участие школьники и студенты, члены военно-патриотических клубов, российского движения школьников, а также юно-армейцы в возрасте от 14 до 17 лет. Александр Мартьянов старательно отдает команды, чтобы в последнюю минуту перед открытием члены его отряда смогли еще раз отточить марширование. Сам командир, хотя еще учится в школе, уже твердо намерен по окончании стать военным. Хочу либо ВДВ, либо пехота, либо морской флот. Почему? Ну, ВДВ, потому что военно-воздушные войска. Потому что мой папа, во-первых, служил в войсках этих. И я просто люблю высоту. Участниками военно-спортивной игры стали 11 команд. Из Весегонского, Зубцовского, Лесного, Лихославльского, Пеновского, Ржевского округов, Калининского, Конаковского, Торжокского районов, а также Твери и зато Солнечный. Перед началом соревнований к ним обратился и у министра молодежной политики правительства Верхней Волжи, отметивший, что игру неспроста назвали победой. Именно этим словом жили наши предки, когда боролись против фашистских захватчиков. Успехов вам в игре, успехов вам в военной и политической подготовке. Команды должны были продемонстрировать уровень физической и военной подготовки. В конкурсе «Статин в строю, силен в бою», соревнованиях «Военизированные эстафеты» и «Огневой рубеж». Также участников ждал интеллектуальный квест «Ратные страницы истории Отечества» и конкурс «Визитка». Более 20 вопросов о истории своего края и своего государства, где ребята в игровой форме, в игровом формате должны проверить свои знания и ответить на все вопросы. В итоге победителем стала команда из областного центра. Теперь она будет представлять Верхние Волжи в финале Всероссийской игры, которую пройдет в парке «Патриот» и на военном полигоне Алабина в Московской области. Продолжение следует...